Ежедневно жители республики страдают от действий лже-банкиров. Неизвестные звонят и представляются работниками той или иной финансовой организации. Под разными предлогами выманивают нужную им информацию или просят совершить переводы денежных средств. Как распознать мошенников и защитить от них свои сбережения, в рубрике «Полиция сообщает» расскажет представитель МВД Вера Железцова. Практически у каждого россиянина есть банковская карта, а у некоторых их несколько. Поэтому все мы для мошенников – потенциальные жертвы. Если раньше аферисты обманывали в основном доверчивых пенсионеров, то сейчас в криминальные сети попадают и молодежь, и люди среднего возраста. Как правило, в течение суток потерпевшими становятся сразу несколько жителей республики. Так, в конце прошлого года на уловку афериста попалась 28-летняя жительница Сактывкары. Девушке позвонил незнакомец и сообщил об атаке кибермошенников на ее счет. Лже-сотрудник банка посоветовал клиентке защитить свои средства, переведя их на временный счет, якобы специально открытый для этих целей. Так, из ее электронного кошелька утекли 250 с лишним тысяч рублей. Если вам звонят и представляются сотрудниками банка, сообщают об атаке на вас в счет и просят совершить перевод денежных средств на специально созданный счет, вам необходимо в первую очередь прекратить разговор, во-вторых, проверить историю в своем личном кабинете последних операций, в-третьих, позвонить в контактный центр банка для того, чтобы уточнить ситуацию по вашим счетам. В тот же день жертвой лже-банкиров стал 60-летний соктовкарец. Позвонивший пояснил, на банковский счет пожилого человека ошибочно оформлен кредит. Чтобы отменить финансовую операцию, необходимо сказать код, который придет в смс-сообщение. Выполнив условия, пенсионер мгновенно лишился всех накоплений на карте. Когда мужчина осознал, что стал жертвой мошенников, сразу же обратился в полицию. Чтобы не оказаться на его месте, никогда не сообщайте посторонним лицам свои персональные данные. Пин-коды, защитные коды, срок действия карты, идентификатор и пароли в интернет-бакинге, а также одноразовые пароли для проведения операции, полученных в смс-сообщении и в чеках. Впрочем, мошенники не всегда выходят победителями. Одна из потенциальных жертв лжебанкиров сумела сохранить сбережения, вовремя вспомнив о том, что раньше уже слышала о телефонном мошенничестве. После долгого общения с псевдосотрудником, Соктывкарка получила запрос о списании 30 тысяч рублей. Подтверждать операцию она не стала, а сразу сообщила о происшествии в полицию. Безопасность сбережений зависит от вашей бдительности. Если возникают какие-либо сомнения по поводу звонка из банка, прекратите разговор и позвоните в учреждение по официальному номеру. Он указан на вашей карте. Помните, сотрудник банка никогда не станет торопить клиента, не будет запрашивать пароли и просить совершить какие-либо операции по карте. Все меры для защиты денежных средств, поставленных под угрозу, сотрудник банка при необходимости может подпринять сам. Все меры для защиты денежных средств, поставленных под угрозу,